всем здравствуйте меня зовут анна кореневич я врач кардиолог эксперт в области профилактики лечения реабилитации после инфаркта миокарда сейчас я начну прямой эфир на такую очень важную актуальную тему это желудочно-кишечные кровотечения на фоне приема антитромботических препаратов практически все кардиологические пациенты по жизненным показаниям вынуждены принимать различные антитромботические препараты сейчас в эпоху к вида этого заболевания также активно присутствует тромбоз поэтому к вид на сегодняшний день тоже лечит антитромботическими препаратами к нам присоединилась марьяна владимировна обрецова здравствуйте здравствуйте проктолог эксперт в области профилактики и лечения желудочно-кишечных кровотечений том числе но сегодня да 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 на юрина здравствуйте уважаемые подписчики аккаунта анна юрина здравствуйте рада познакомиться но надеюсь что сегодняшний эффект максимально информативный и интересный я как кардиолог вижу очень серьезную проблему в том что люди которые принимают антикоагулянты антиагреганты в общем антитромботические препараты они не знают об опасности которых могут подстерегать они должны быть информированы об этих состояниях но а те люди которые самостоятельно принимают антикоагулянты без назначения врача но тоже очень сильно рискуют риски большие и мы с вами должны как вот два эксперта в этой области создать людей такую настороженность чтобы они понимали чем они рискуют и как эти состояния можно предотвратить я хочу в общем на фоне приема антитромботических препаратов могут возникать различные кровотечения например внутри мозговые к счастью это редкая ситуация самая частая ситуация это желудочно-кишечные кровотечения и кровотечение из урогенитального тракта но сегодня это не наша тема мы будем обсуждать исключительно желудочно-кишечные кровотечения как наиболее частые ну и наиболее опасные скажем так для жизни и здоровья поэтому первый вопрос к марьяне владимировне это например какие же основные причины желудочно-кишечных кровотечений вообще случаются у здоровых абсолютно людей без приема каких-либо лекарств но естественно что на фоне приема антитромботических препаратов все эти риски они усиливаются в несколько раз и у здоровых они тоже могут быть так вот какие основные причины чтобы вот наши зрители понимали ситуацию ну если мы говорим о желудочно-кишечных кровотечений нужно понимать на желудочно-кишечный тракт разделяется на верхние отделы и нижние отделы вот к верхним отделам относятся пищеводы желудок и двенадцатиперстная кишка а к нижним отделам принято выделять это тонкую кишку толстую кишку в которым входит понятие ободочная и прямая кишка но также анальный канал потому что бывают заболевания и злокачественные доброкачественные которых мы сегодня поговорим тоже как бы клиническое проявление этих заболеваний именно в уделении крови так вот по частоте встречаемости кровотечений из верхних отделов это наверное львиная доля мы с вами этот вопрос обсуждали порядка там 80 90 процентов а вот что касается именно нижних отделов то это там 10-15 хотя по данной литературы вот 20 утра я посмотрела это не не говорит о том что это менее значимые вещи либо менее страшные да потому что чувствую кровотечение из нижних отделов они гораздо скажем интенсивнее вызывают боль большую бурю эмоций у пациентов чем из верхних да потому что если верхние отделы что у нас либо рвота с примесью крови допустим как синдром мэлори вейса когда у нас на фоне постоянной рвоты происходит подрыв слизистой пищеводы и возникает кровотечение ну либо милена то есть когда мы идем в туалет у нас темный там сначала не оформленный потом жидкий стул и превалирующее большинство людей почему-то ну крайне редко беспокоиться об этом вот когда я работала в экстремной хирургии часто поступали такие пациенты ночное время потому что 3-4 дня ходят с кровотечением а причиной таких кровотечений является язва желудка допустим либо двенадцатиперстной кишки и в общем их это каким-то образом не волнует пока не наступает какая-то слабость и там до туалета дойти не могут а когда идут в туалет оказывается у них там почти диареи черного цвета кроме синдрома мэлори вейса кроме язвенной болезни желудка двенадцатиперстной кишки может быть еще признаки и кровотечения на фоне тромбоза печеночных вен либо воротная вена это тоже никто не отменяет то есть такие же вещи бывают либо это на фоне цирроза печени то есть какие-то хронических сопутствующих заболеваний если мы говорим о нижних отделах то это может быть дивертикулярная болезнь давать такие вещи кровотечения и в экстремной хирургии тоже нередко мы с этим сталкивались это заболевания анального канала и перианальной области всеми любимый геморрой геморроидальная болезнь допустим либо это может быть эндометриоз с прорастанием в кишку наиболее часто в сигмовидную кишку это происходит это тоже сопровождается кровотечениями особенно обильными во время менструации не стоит забывать о доброкачественных заболеваниях толстой кишки это может быть полипы доброкачественные либо ворсичные опухоли которые начинают трансформироваться в злокачественные то есть называется малегнизация и тогда тоже начинается кровотечение и это достаточно грозный признак вот поэтому думаю что будем говорить на эту тему что своевременное выявление полипов и своевременное их удаление фактически на 80 70 процентов снижает раки развития толстой кишки это очень важно кроме того это воспалительное заболевание кишечника допустим язвенный калит когда происходит поражение слизистой различных отделов кишки толстой в том может быть даже тотальное поражение это тоже проявляется кровотечением то есть выделением крови это сосудистые патологии допустим ангиодисплазия да когда происходит расширение сосудистых сплетений это тоже может вызывать спонтанное кровотечение ну что еще заболевание крови да должны на не будем с вами забывать об этом тоже приводит к кровотечениям желудочно-кишечного тракта такие как там гемофилии лейкозы ну что наверное наверняка что-то забыла потому что перечень огромный но вот наиболее частые думаю что рассказала поэтому все что угодно и если вы видите выделение крови и заднего прохода во время там в природном рефлекции это повод конечно не сидеть дома и не ждать что все само пройдет да это очень важный момент который вы подчеркнули не нужно сидеть и ждать что сейчас все расстасется может закончится очень тяжело потому что статистика кровотечения она довольно таки печальная и это без приема антитроботических препаратов статистика вот за 2019 год это 150 случаев вот этих кровотечения на 100 тысяч населения причем 10 15 это по россии да это по россии причем 10-15 процентов из этих людей вот из 150 на 100 тысяч населения они просто погибают в результате но конечно кишечного кровотечения и надо понимать что это без антитромботических препаратов с антитромботическими препаратами картина гораздо печаль ну по поводу вот заболеваемости и гибели пациентов моя одноклассница ну уже достаточно взрослом возрасте лет 15 наверное 18 назад вопрос умерла от кишечного кровотечения которые своевременно не могли скорректно диагностировать она принимала постоянно нестероидно противовоспалительный причем неконтролируемо и она фактически за час или два и даже не успели довести ну то есть не успели ничего сделать это конечно очень тяжело да это реально вот реальные случаи жизни да не говоря о том что я работала в экстренной хирургии мы это все видели глазами собственно и это молодая женщина вообще статистика больше конечно говорит о том что чаще болеют мужчины и чаще страдают люди после 60 лет вот от этих состояний то что мы сейчас с вами обсуждаем но тем не менее молодые вот и женщины тоже погибают в результате вот этих вот вовремя не диагностированных желудочно-кишечных кровотечений да но здесь нужно понимать чем младше возраст тем больше наверное наследственных факторов генетически обусловленных а вот если это более пожилые то скорее всего здесь сопутствующие прием препаратов о чем тоже всегда нужно помнить никогда без назначения либо не контролируемых что у нас любят хорошо упомянули нестероидные противовоспалительные средства правда не все понимают что это обычные обезболивающие таблетки которые мы часто глотаем от головы и от колена от спины от чего угодно и контрольный прием также может приводить к этим самым желудочно-кишечным кровотечением надо об этом всегда помнить всегда потому что мы их употребляем очень часто и абсолютно не задумывайся о последствиях которым может это привести это точно да но давайте теперь поговорим вот таких важных моментов какие же первые признаки кровотечения помогают человеку понять что что-то происходит с ним и дальше логично что он идет куда-то за помощью здесь наверное разброс симптомов будет наверное большой зависимости от того о каком конкретно заболевание идет речь но наверное то что мы с вами говорили на что реально можно самостоятельно обратить внимание это выделение крови и заднего прохода во время дефекации либо во время позыва то есть у вас позыв пойти в туалет и вместо каловых масс у вас идет либо кровь прям каплями либо струю либо сгустками и то есть такие прям измененные цветом кровь темные фрагменты вот это вот настораживающий признак но как правило таким вещам уже предшествуют какие-то такие маркеры это периодически выделение крови во время дефекации на которые мы не обращаем внимания это со временем слабость непонятно что утомляемая слабость одышка это может быть в обмороке падать опять же на фоне кровотечения ну вот и анна юрина если я чем-то там ошибаюсь ваш точка и поправляйте да и конечно же это снижение уровня гемоглобина поэтому когда приходят пациенты в первую очередь то есть там неважно терапевту картеологу хирургу проктологу гинекологу и мы видим снижение уровня гемоглобина хотя бы да понятно что само по себе это ничего еще не значит нужно смотреть в комплексе но тем не менее мы должны в первую очередь как бы исключить в том числе кровотечение желудочно-кишечного тракта поэтому делается колонна и делается гастроскопия ну и дальше там тонкую кишку иногда обследуем если есть подозрения на какие-то там заболевания связанные с гематологическими аспектами тогда смотрится еще тонкая кишка потому что злокачественное образование тонкой кишки тоже могут приводить к снижению уровня гемоглобина фактически без каких-либо серьезных изменений в формуле крови и таких пациентов нам тоже приходят и мы вместе с гематологами их как бы наша задача диагностировать это корректно а дальше уже гематологи их начинают лечить таких пациентов ну да клиника действительно очень разнообразная и если человек все-таки теряет уже большой порции крови и у него падает давление случаются обмороки и головокружения я все-таки надеюсь что такие люди попадают быстро к врачам да а вот именно хронические такие маленькие кровопотери которые также могут привести к очень серьезным состояниям они могут проходить абсолютно бессимптомные и по данным статистики к сожалению почти 80 процентов всех кровотечений это бессимптомные кровотечения вот как как вот действовать людям да что какие меры они могут предпринять чтобы обезопасить себя вот ну хотя бы во время приема антитарбонтических препаратов я думаю на вопрос коррект не вам задать я послушаю потому что когда у нас пациенты прощаются к нам с пактологическими заболеваниями также на фоне приема антикоагулянтов причем по показаниям да потому что зачастую это жизненно необходимые показания и конечно же на этом фоне у нас часто бывают кровотечение допустим на фоне геморроидальной болезни и не так давно был случай когда меня вызывали в одну из больниц города москвы чтобы разобраться ситуации пациент поступил после инсульта уже возрастной и на фоне приема терапии которые прописывали начиналось интенсивное кровотечение и реально стал вопрос о том что продолжать терапию необходимо чтобы поддержать жизнь пациенту но и продолжать нельзя потому что интенсивное кровотечение на фоне чего естественно идет изменение там падение гемоглобина слабость и но это два варианта которые несовместимы между собой и мы решили этот вопрос достаточно быстро малоинвазивными методами и буквально через сутки возобновили терапию этому пациенту в полном объеме на фоне антикоагулянтов в том числе причем большой дозы антикоагулянта и все благополучно поэтому что делать наверное это вам мне вот как хирургу да что делать обратиться к хирургу или там если мы видим признаки кровотечения уже реально вызывать скорую либо идти там из заднего прохода это к проктологу если из из там верхних отделов идти к хирургу вот я не терапевт да то есть я вот жесткий человек там сразу резать не дожидаясь перитонита вот так поэтому этот вы будете более компетентны чем я заодно послушаю вас я просто хотела вас подвести немножко другому я к вопросу диагностики скрытых кровотечений диагностики причем такой скрининг не когда что-то уже случилось а когда ничего не случилось но нужно проверить скрининг да это называется это очень хорошая вещь который наше население в россии не любит к сожалению потому что мы же как мы же терпим а когда уже терпеть не можем мы ползем но все равно терпим и вот уже когда и ползти сил нет мы тогда обращаемся но если мы говорим о скрининге кровотечения желудочно-кишечного тракта опять же исходя из того что мы с вами озвучили о причинах наиболее частых кровотечения необходимо делать гастроколмоскопию и это не надо дожидаться того что вас реально что-то беспокоит потому что большинство заболеваний протекает бессимптомно если мы говорим о верхних отделах то это может быть эрозии эрозивные гастриты либо эрозивные там изменения с не только в желудке но и в двенадцатиперстной кишке если мы говорим о кишечнике то это может быть злокачественное образование то есть полипы которые трансформировались враг либо непосредственно онкология сама это может быть язвенный калий и ну либо сосудистая патология да там толстой кишки и и к сожалению без гастроколмоскопии здесь не обойтись и если мы говорим о том что наиболее пугает наше с вами население несколько лет назад проводила в своих социальных сетях при подготовке к конференции докладу о том больше чего то есть что больше всего пугает наше население и вот девяносто шесть процентов и респондентов его вопросе принимала участие более 4000 человек у меня ответили что именно онко настороженность их беспокоит да то есть как бы они боятся что у них имеется злокачественное образование но при всем при этом они не идут обследоваться и ждут что будет какие-то симптомы так вот друзья мои симптомы когда появляются это том что уже поздно то есть уже идет активный процесс если это полипы они протекают бессимптомно именно своевременное удаление полипов в толстой кишке на 70 процентов на 70 процентов сокращают риск развития злокачественных образований то есть трансформацию их враг но полипы себя никаким образом не проявляет это вот наша надежда сдать анализ кала на скрытую кровь то есть о которой мы скорее всего поговорим с вами сегодня она к сожалению нас никаким образом не успокаивает нами дает ответы есть там что-то или нет нам всего лишь говорит о том что если у нас отрицательные результаты говорит о том что у нас нет образования которые в данный момент когда вы берете этот анализ не кровоточат все больше ничего и поэтому конечно же надо делать если мы говорим о сроках то гастроскопию при отсутствии каких-либо симптомов и жалоб полностью то есть я скажу то есть они жоги не отрыжки не дискомфорта не вздутие в животе то есть ну как фактически того чего не есть все у нас да как бы у каждого из нас то раз три года раз три четыре года если же при гастроскопии что-то выявляется то дальше уже вами занимается гастроэнтеролог либо хирург который дает индивидуальные рекомендации да там возможно следующее контрольное исследование через год или полгода нужно будет сделать либо через два-три года то есть зависимость от ситуации если мы говорим про коломоскопии то здесь такие тоже интересные вещи что считается что коломоскопию там раньше 40 лет делать не нужно вот типа 40 лет это скрининг ну все не совсем так потому что мы с вами же привыкли вырывать слова из песни а дальше в общем как бы не понимаем о чем идет речь давайте так что мы все люди там пациенты делимся на три группы с низким риском средним риском и высоким риском и вот для каждой группы этих пациентов есть свои рекомендации по выполнению коломоскопии если мы говорим о пациентах с низким риском то есть когда у наших ближайших родственников не было ни у кого колоректального рака тогда мы можем делать первую коломоскопию там 40 50 лет и делать ее каждые 10 лет если у нас не выявляется каких-либо патологий но при этом если у нас нет никаких кишечных симптомов то есть не запора никогда не диалее боли в животе вздутия нарушения дефекации вот вообще ничего нет мы абсолютно здоровый человек которых опять же сейчас крайне мало но при этом перерывах между коломоскопии нам необходимо каждый год выполнять анализ кала на скрытую кровь лучше иммунохимические ну наиболее распространены это гемокульт тесты опять же говорю чувствительность специфичность их разные если мы говорим о пациентах средним риском то есть тогда когда у наших родственников в семье были выявлены либо рака толстой кишки либо аденомы то есть это полипы которые могут трансформироваться в рак то мы уже не раз в 10 лет а гораздо чаще мы это делаем это сделать не в 50 а в 40 может быть может даже в 30 лет для того чтобы понимать что с вами происходит потому что еще раз говорю все это протекает бессимптомно если мы говорим о высоком риске то есть когда у нас у родственников ближайших имелись рак толстой кишки когда там либо прямой кишки там прямой кишки либо анального канала если у нас имеются наследственные факторы допустим синдром ленча либо семейный аноматоз либо у наших родственников воспалительные заболевания кишечника болезнь крона либо язвенный коллег то мы в группе риска и здесь возможно имеет смысл делать на 10-15 лет раньше нам с вами колмос копии чем тот возраст в котором было выявлено данное заболевание наших родственников поэтому реально вот не позднее 40 лет а на практике мы сталкиваемся с тем что и в 23 и 24 года мы выявляем и опухоли уже и выявляем огромные полипы в том числе зубчатые которые наиболее быстро трансформируется при определенных размерах в молебнизирует то есть враг трансформируется и это все не сказки это все реальные вещи и этих пациентов ничего не беспокоило с ними потом пишут такие слова благодарности о том что спасибо что отправили потому что лет через десять когда им там было ближе к 40 уже было бы поздно удалять что-либо потому что у них уже прозвел сара и скорее всего уже там с метастазами вот поэтому все это не так просто поэтому колонная гастроскопия вот я уже три раза в своей жизни сделала мне 39 поэтому надо делать не бойтесь я хотела добавить там просто проскользнул интересный вопрос как обезопасить там желудок и кишечник если вы уже понимаете аспирин и например клопидогрель многие думают что например если я перенес инфаркт то мне колонной гастроскопии делать не надо а на самом деле и надо делать и очень даже и причем вот ну прошел буквально месяц но полтора максимум после инфаркта и а там стандартно всем назначается антиагрегантная терапия по жизненным показаниям так вот чтобы в первую очередь себя обезопасить нужно как раз и сделать и гастро и колоноскопию причем буквально вот месяц прошел рубец образовался вперед пожалуйста делайте и даже это нужно делать необходимо и тогда по результатам там принимать за решение может быть ничего не надо делать там что идеально а может быть надо очень интенсивно лечить человека допустим тут тем же эндоскопическими методами или с помощью лекарств или комплексно лечить до либо менять терапию нас тоже такие случаи есть когда как бы гастроэнтерологи моей команды мы вверх таких тоже пациентов и мы вместе с кардиологами занимаемся потому что чувствует приходится менять терапию либо менять схему терапии да потому что это негативно сказывается на слизистую желудка на следующую на слизистую тонкой толстой кишки если инфаркт то все человека трогать нельзя но на самом деле колонная гастроскопия это обычная диагностика это не инвазивное вмешательство буквально месяц полтора максимум 2 и пожалуйста вперед и надо этим заниматься надо это делать в обязательном порядке вот спасибо вам большое что вы это проговариваете потому что да действительно и у нас у проктологов и эндоскопистов существует определенная такая насторожность относительно таких пациентов и у нас зачастую терапевты перед тем как мы берем на гастроколоскопию там неважно с наркозом либо без наркоза таких пациентов они конечно очень сильно насторожены и зачастую нам так говорят типа ребята нужно ли вам это делать да как бы ну назначает кардиолог но за счет показания давайте как-то практике была масса пациентов которым выполнялась полный гастроскопии но правда по экстренным показаниям но это там 2 и 3 сутки инфаркта естественно стационаре естественно это были экстренные показания но тем не менее выполнялась и хорошими результатами а когда уже как бы рубец сформировался на сердце и в общем то но вы прекрасно знаете что колонная гастроскопия ну как бы это ну это неприятно но это не это не вмешательство это не скажем не ужасно хотя опять же большинство ну и в моих социальностях и там в блогах пишут о том что там гастро колоноскопия вот там 21 века что до сих пор не научились не мучить пациентов да то есть там на пол насаживать ну вот на самом деле в руках профессионала с хорошим оборудованием при вашей хорошей качественной подготовки а это ваша сфера ответственности выполнять рекомендации врача это все не больно немного неприятно и пожалуй колоноскопия даже будет более комфортно чем гастроскопия по мнению многих пациентов не обнадежили потому что да я я тоже понимаю что это надо делать но пока я сделал только гастроскопии в своей жизни и я долго думала наркоз не наркоз но я очень боюсь наркоза потому что я сама анестезиолог по первому образованию я знаю что это за гадость я подумал не я лучше потерплю а доктор который делал мне гастроскопии сказал зачем вообще наркоз великолепно все переносит на действительно за три минуты ну подога там ничего такого прям страшного нету все ну неприятно но не более там да это вопрос как бы да вопрос комфортно больше который сейчас все чаще поднимается и ставится а с другой стороны конечно есть и показания для наркоз допустим если там ротный рефлекс да либо аллергия на анестетик лидокаин который делал то есть факторов очень много которые действительно могут являться показанием для выполнения наркоза но привалившим большинстве случаев это только наши эмоции страх ну и профессионализм врача на то есть как бы мы работаем да мы выполняем у нас безболезненные методики и мы самую сложную пешку можем пройти с минимальным дискомфортом для пациента спасибо огромное я к вам обязательно приду давайте да но у нас очень очень большая да и короче будем все делать будем приходить надо я хотела сказать что наркоз тоже не противопоказания вот этот но это же внутривенный такой легкий наркоз все равно это не противопоказания после инфаркта это все то есть очень многие боятся когда слушают слово наркоз то все все там нет на самом деле это внутривенная седация то есть вводится препарат который просто датирует вы ну грубо говоря проваливаетесь в сон и абсолютно все контролируемо это короткое действие то есть на время выполнения манипуляции вы сразу просыпаетесь и в общем чувствуете себя великолепно поэтому это не наркоз то есть называется во сне да это же синовным подседацией вот все то есть это не общий наркоз к которым все думают да да я его боюсь лично не потому что он как-то угрожает моему здоровью у меня очень плохой выход из наркоза очень длительный ну это индивидуальный фактор да это моя индивидуальная такая генетическая особенность выход ну вы же анестезиолог это то же самое у меня у проктолога все через то место как я лечу я уже привыкла к этому да 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 совершенно сердечно-сосудистые заболевания я не знаю там какая-то только сердечная недостаточность четвертой степени это противопоказание к астроэколоноскопии наркоз не наркоз это уже как бы дело вкуса да но все остальные заболевания вот прям но если только нет остроты если нет гипертонического криза это давление там 220 который может быть от страха перед этой процедуре перед белым халатом остальных противопоказаний просто нет и для того чтобы себя обезопасить на фоне приема антитроботических препаратов нужно регулярно выполнять гастроэколоноскопии это однозначно я как кардиолог могу это вот прям спасибо вам большое я участвую наш эфир так вырежу и в своем аккаунте социальности вот видите не только я вас заставляют вы думаете что я там проктолог насилую всех нет вот кардиологи за меня тоже конечно конечно потому что когда мы сталкиваемся тем что человеку нужно давать антитроботические препараты а у него там кровотечение грубо говоря из-за всех щелей и мы не знаем что с этим делать мы тоже терапевтическом таком тупике находимся особенно геморроидальные кровотечения да теряет кровь регулярно да а у него там какой-нибудь ему поставили 8 стендов и что с ним делать вообще непонятно а чем у него ниже гемоглобин тем у него риск кровотечения и тромбозов увеличивается то есть это такой круг поэтому мы всех призываем конечно для нас для кардиологов было бы здорово если бы все регулярно это делали и например вовремя лечили свой геморрой и когда наступает момент что нужно давать антитроботические препараты там нет риска что это все потечет и все и даже если это потекло нужно это срочно ну как бы убирать чтобы это дальше все не то есть это проблема серьезная убирать у проктолога а не самостоятельно покупать свечки в аптеке которые при вот при таких вещах не эффективно либо дает кратковременный эффект буквально там неделю-две пока вы принимаете препараты и то если вам повезет про течение принимать пожизненно то есть это не курсовые дозы это нужно принимать пожизненно поэтому проблему эту надо решать и здесь и сейчас они когда-нибудь там да 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 а геморроидальные кровотечения действительно бывают очень интенсивные и на этом фоне происходит резкое развитие нами и зачастую это происходит буквально за три-четыре дня когда человек попадает в реанимацию хотя это все можно было спокойно решить за 10 минут кабинете у проктолога причем без без госпитализации без операции без обезболивания наркозов и всего прочего то сейчас методики позволяют это сделать как раз они разработаны были для вот такой категории пациентов которым принимают антикоагулянты и которым необходимо просто снизить риски кровоточивости геморроидальным а что это за методики мне просто вот когда же самое безопасное самое простое это склерозирование геморроидальных узлов то есть когда это амбулаторная вещь то есть вы прям кабинете у проктолога самое неприятное это заведение небольшого анаскопа в попу и при этом у вас будет простите говорю в попу и как с пациентами привыкла рассказ да там задний проход но вот и при этом будет небольшое чувство распирания как будто вот позыв дефекации дальше выполняются инъекции специальным препаратом это не больно максимум что будете ощущать небольшое чувство распирания вот чувствительность сохраняется же а болевых рецепторов в этом месте нет и все и буквально там на следующий день у вас фактически здесь уже на глазах прекращается кровотечение и эта методика она не вылечивает вас полностью от геморроидальной болезни в конкретной ситуации но она убирает кровотечение и стабилизирует ваше состояние и даже вот когда интенсивно геморроидальное кровотечение мы делаем склерозирование геморроидальных узлов даже без приема препаратов железа замещающей терапии у нас буквально за неделю за две нормализуются показатели крови в том числе уровень гемоглобина это говорит о том что действительно очень важно эти все вещи учитывать да а вот само падение гемоглобина на фоне вот этих кровотечений она парадоксальным образом усиливает тромбоз риск тромбоза поэтому это вот этот замкнутый круг нужно разрывать обязательно и чем раньше тем лучше и конечно же с помощью проктолога здесь ничего нельзя сделать совершенно поэтому и таких пациентов очень много на самом деле которым нужна такая помощь и они кстати терпят и ждут когда гемоглобина потерь до 60 а это вообще это катастрофическая ситуация да и и тут и риска и умереть очень высокий одновременно и от тромбоза и от кровотечения сразу да это может когда врачи получать таких пациентов это просто вот такая вот просто неизвестно головная боль да 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 потому что не знаешь и и здесь подойти тяжело с другой стороны то есть постоянно вот весы на которых вот работаем и вот на лезвии ножа пытаемся как-то и спасти ситуацию я хотела подчеркнуть один такой очень важный интересный момент что когда началась вот эта эра антикоагулянтов и антитроботических препаратов кардиологии то естественным образом стали чаще возникать вот эти вот кровотечения и в частности из нижних отделов и это с одной стороны был минус а с другой стороны это был огромный плюс потому что начинали кровить вот эти бессимптомные опухоли и люди все-таки обращались и на ранних стадиях это позволялось бы вылечить человека от пола ректального рака поэтому нет худа без добра как всегда поэтому самое главное это ну естественно лечиться именно по назначению врача они самостоятельно понимать какие могут быть побочные эффекты и какие риски и при любой непонятной ситуации идти к доктору и сразу решать эту проблему а не ждать когда она там когда доведет вас я не знаю до реанимационного состояния вот это вот то что я хотела главное сказать я поддерживаю вас полностью разделяю вашу точку зрения безусловно да вообще у нас менталитет такой людей что нам стыдно нам неудобно у нас приоритеты другие то есть не на здоровье но опять же вот ситуацию и нашей стране и в мире сейчас показывают что одно из главных приоритетов это безусловно здоровье и мы можем это принимать не принимать как бы соглашаться с этими соглашаться но это действительно так и жизнь показывает что без здоровья без скажем внимательного отношения самого к себе каждого из нас толку не будет то есть за наше здоровье ответственным и это не потому что там я врач и там проктолог в этом врач кардиолог нет действительно потому что так очень многие вещи мы просто предпочитаем не замечать мы к многим вещам просто предпочитаем не прислушиваться мы предпочитаем идти в аптеку покупать препараты потому что где-то что-то вычитали кто-то нам что-то подружки сказали или там провизор нам сказал что этот препарат нового поколения его все берут и вы покупаете. Но мы не задумываемся о двух вещах. Первое, что мы теряем время, и зачастую оно драгоценное, и возврата заболевания нет, потому что уже время потеряно. И второй момент, мы не задумываемся о том, сколько денег мы тратим на препараты, которые нам не помогают. Либо на препараты, которые всего лишь оттягивают качественное, правильное лечение. На препараты, которые способны вызвать побочные эффекты. Когда это все делается под контролем врача, это одна ситуация. Когда это бесконтрольно, это другая ситуация. И может быть, сейчас до кого-нибудь дойдут наши с вами слова, и может быть, один из тысяч человек об этом задумывается. И это будет замечательная, значит, маленькая победа у нас с вами. Поэтому это самое лечение, оно, к сожалению, это проблема во всем мире, не только в нашей стране. И несколько лет назад на международной конференции представитель клиники МИО, достаточно известный во всем мире клиники, сказала, что сейчас реально врач конкурирует не друг с другом. Врач конкурирует с интернетом. Информация в интернете зачастую некорректно написанная, потому что реально писать информацию вот врачи, ну, мало кто пишет. Зачастую это пишут копирайтеры, которые просто копируют, не проверяя информацию, и распространяют ее. И, скажем, чем больше возможностей у таких копирайтеров, тем больше распространяется заведомо ложная информация. И ответственность за, скажем, способность фильтровать эту информацию ложится на конечном потребителе, то есть на нас с вами. Я сейчас не как врач говорю, да, я как говорю, вот, человек обычный, который читает что-то в интернете. Поэтому, ну, вот, крайне опасная вещь – самолечение. Почему? Я уже рассказала. Это, еще раз говорю, это не только в нашей стране. В нашей стране к этому уже добавляется вот ментальность, относительный там, менталитет, в нашей относительности стеснительности, относительно неудобства, относительно… И широкий доступ без рецептов… Рецептурных препаратов в том числе. Да, без рецептурных препаратов. Да, да, да. Спокойно продается, и во всем мире такого нет? Ну, если, опять же, мы говорим, во всех, вот, знаете, всегда есть золотая середина, потому что отсутствие доступа к каким-то препаратам зачастую только усложняет жизнь пациентов. А доступ к каким-то препаратам, который должен контролировать назначение врача, да, должно как бы происходить, и врач должен контролировать, играет свою негативную роль. Поэтому здесь найти золотую середину всегда сложно. Я думаю, что, наверное, это невозможно. Ни одна страна мира с этим не справилась. Ну, я с вами согласна, да, что с лекарствами тут отдельная тема, но то, что, да, лечиться надо у специалистов, это однозначно, а не по интернету. Там, возможно, иногда и корректная есть информация. Безусловно. Иногда не правильно приложить ее конкретно вам, вы не знаете. Да, да. Это вот то же самое, так как и мы с вами, да, то есть мы с вами являемся тем источником информации, но, опять же, мы знаем, насколько корректную информацию мы даем, мы знаем, для чего мы ее даем, да, то есть мы с вами несем ответственность за это. И давать информацию вот в аудиторию, неограниченную, без границ, когда каждый может ее почитать, это гораздо больше ответственность, чем давать рекомендации пациенту, если я в кабинете. И здесь нужно понимать, что никогда никто из нас, кто занимается вот популяризацией или там либо информирование населения, не даст вам рецепт, не даст вам конкретное лечение в своих общих публикациях, потому что мы пишем общую информацию. А в этом и профессионализм каждого из нас состоит в том, чтобы разобрать конкретно вашу ситуацию, конкретно исходя из ваших приоритетов образа жизни и взглядов и дать положительный результат. То есть нельзя стать специалистом по интернету. Нельзя, даже если вы читаете кучу информации, прочитаете весь подмет, прочитаете, я не знаю, там все доступные ресурсы, это не заменяет клинический опыт, не заменяет клиническое мышление. И окончательное решение, как на основании тех или иных рекомендаций, публикаций, метаанализов, инструкций к препарату, назначить вам схему лечения и решить вашу проблему, решает только врач. И здесь никакой интернет вам не поможет. Это вот сфера ответственности и компетенции врача. Марьяна Владимировна, спасибо вам огромное. Было очень приятно вас послушать. И даже мне очень познавательно. Я много для себя интересного узнала. Обязательно приду к вам на обследование, потому что я не хочу никакого наркоза. Я его не люблю. А это делать нужно, необходимо. Я это прекрасно понимаю. Но мы врачи как бы на себя тоже иногда забиваем. Но я не буду так делать. Мы врачи зачастую на себя больше забиваем, чем наши пациенты. В отсутствие времени, да, вообще свободного. Но я постоянно людям говорю, как надо правильно делать. Поэтому я считаю, что я должна и сама это тоже делать обязательно, чтобы уверенно говорить людям, как надо. Это тоже правильно. Да, Анна Юрьевна, спасибо большое за приглашение. Я тоже очень много, в общем, почерпнула для себя, потому что кардиологические пациенты это такая своеобразная категория пациентов, с которыми мы всегда имеем определенную осторожность. Вы, в общем, развили определенные мифы. И теперь, наверное, я более спокойно буду принимать решения какие-то окончательные для пациентов в том числе. Дорогие слушатели, надеюсь, что тоже эфир был интересен. Прощаемся. Хорошего дня. Прощаемся. Прощаемся. Прощаемся.